МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто не успеет, тот и виноват будет. Сергей Меликов потребовал от ответственных за капремонт в школах соблюдение графика сдачи работ. После завершения общестроительных работ не можем детей пустить в школу или детский сад. Это позор. Причем, прежде всего, тех руководителей муниципалитетов, на чьей территории это происходит. По следам сюжета ННТ. Глава региона отреагировал на материал наших корреспондентов о беженке из Украины, которая переехала в Дагестан и строит дом своими руками. Подробности в выпуске. Я благодарю искренне руководство канала. Я благодарю этих журналистов, которые передали эту информацию. Деньги на мусор. Почему в республике до сих пор затягивается, реализация федерального проекта по ликвидации свалок узнаем сегодня. Как не бывает. Вы претендуете на 33 миллиона или 30 сколько? Уколо 40 миллионов. Уколо 40 миллионов рублей. Вы получили аванс и спокойно сидите. Есть такое место на земле, где каждый сад цветущий самый. О том, как трудолюбивые черкейцы вывели собственный сорт персиков, расскажут наши корреспонденты. Здравствуйте! Это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. Вяло текущий кошмар. Так можно охарактеризовать ситуацию вокруг капитального ремонта школ в республике. Совещания проводятся, проблемы обсуждаются, однако продвижений особых нет. Сергей Меликов поставил чиновникам задачу. Все работы должны быть завершены к 1 сентября. С теми, кто не успеет, разговор будет короткий. Как выяснилось в ходе заседания правительствия, риск не успеть до начала учебного года все же есть. Продолжение темы и сюжет Ларьяны Шамхалаевой. Успеем или нет, вот в чем вопрос. Капитальный ремонт, который проводится в 210 школах республики, идет с отставанием от графика. Наряду с образовательными учреждениями, где работы практически завершены, есть и проблемные объекты. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, церемонится с теми, кто тянет, никто не будет. Каждый глава муниципалитета, я уже об этом говорил неоднократно, начиная с ноября прошлого года, несет, повторяю, персональную ответственность. Не только за своевременное завершение работ, но и их качество. Потому что если с тем качеством, которое я видел по ремонту школы в Ахтынском районе, вы догоните или нагоните какие-то параметры, вы все равно будете продолжать нести персональную ответственность за то, с каким качеством эти работы проводятся. Кроме того, что мы должны завершить общестроительные работы, мы должны еще провести работы по комплектованию, в том числе ряд школ уже новым оборудованием. Новые школы – это не только просторные классы и комфорт, но еще и ликвидация трехсменки. Именно для решения этой проблемы в регионе введут в строй 58 объектов образования. И только 4 школы приступят к работе уже 1 сентября, остальные – до конца года. Но есть риск, что не все подрядчики успеют. У нас есть ряд проблемных объектов, где строительная готовность сейчас 60% и ниже. И мы понимаем, что, учитывая количество мест, которые должны быть созданы, это объекты, которые находятся в политической зоне. Основные причины, которые сегодня у нас являются, в той или иной степени, скажем так, тормозят процессы по этим объектам, это была единственная причина. У нас много лет обсуждалось с их начала, что не очень корректные проекты, но по многим проектам не были внесены корректировки. Когда мы пошли на пересчет по 13-15, у нас в сметах помимо самого пересчета угрожания возникали еще и корректировки, которые происходили. А это неверно, это не соответствует методике. Министр образования Ихья Бучаев на каждом совещании озвучивает темпы капремонта школ в городах и районах республики. Минобор следит за ситуацией почти в режиме онлайн. Подрядчиков и муниципалитеты сначала просили, потом требовали, теперь еще надо и подгонять. На 75 объектах общий процент готовности на сегодня составляет до 79%, и по 90 объектам работы проводятся в срок либо с опережением срока установленных планом, графиком и процента готовности составляет от 79% до 99%. На пяти объектах, которые перечислил региональный мышь, полностью завершена работа по капитальным ремонту. Также в рамках проведения модернизации школьных систем образования предусмотрено обновление школьной инфраструктуры, оснастив современном оборудовании мебели. Немало проблем и с лицензированием новых образовательных учреждений. То есть завершение в сроке ремонта не означает ввод объекта в эксплуатацию. Пять объектов уже у нас отлицензированы, даже два объекта уже открыли поспешить в главный муниципалитет образования. Торжественно. А так мы 19, все 19 объектов, дети пойдут в эти 4 школы и дошкольные образования учреждений. Контрольные органы уже давали рекомендации о внесении тех изменений поправок, которые в последующем сократят срок лицензирования и приема этого объекта для окончательной эксплуатации. И это тоже работа муниципальных образований. Это работа глав ваших заместителей и начальников управления образованием. По полтора года мы после завершения общестроительных работ не можем детей пустить в школу или детский сад. Это позор. Причем прежде всего тех руководителей муниципалитетов, на чьей территории это происходит. Поговорили на совещании и об итогах детской оздоровительной кампании, которыми глава Дагестана остался недоволен. По словам Сергея Меликова, в регионе, где полмиллиона детей школьного возраста, 96 лагерей отдыха. Это слишком мало. Ларьяна Шемхалаева, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. От несанкционированных мусорных свалок Дагестан, по всей видимости, избавится не скоро. На неделе правительство республики обсудили реализацию федерального проекта «Чистая сторона» нацпроекта «Экология». Вернее, слабые темпы его продвижения. Все зависло на стадии проектной документации, которая никак не может пройти экспертизу. Как результат, отставание от графика более чем на три месяца. Разумеется, такому положению дел никто не рад. Однако удивляет спокойствие ответственных лиц, работу которых подверг жесткой критике глава Кабина Республики. Так не бывает. Вы претендуете на 33 миллиона или 30, сколько там? Около 40 миллионов. Около 40 миллионов рублей, вы получили аванс и спокойно сидите. И пока вас сейчас не беспокоит Министерство Родной Республики, у вас все спокойно, все хорошо. Получится, получится. Нет, так утром хамок чай выпил. Так не пойдет. А Дагод селись, почему спит? Видишь, заказчик? Да, заказчик. Претензии сначала к вам. Я их знать не знаю. Я даю вам время, месяц. Давайте, разберитесь. Нариман Иванович Розунович, вы мне докладываете через каждые три дня, что идет. Дагиман Иванович, надо будет выехать в Москву. Пускай уезжает. Пускай берутся. Они с собой Магомеда, с собой Виктора, с собой езжайте. Встречайте. Прокуратуру можно. Нет, я так не оставлю. Вы что, вы хотите, чтобы лагестанский народ над нам смеялся, что ли, здесь? То это проститута, проститута. А для чего это воздействует? Так не будет. Я официально обращусь. Зарегистрировал, как положено, копию у себя будут держать. И посмотрел бы, какие меры прокурорского реагирования на эти приняты. Мне через три дня доложите, что делается. Напомним, в прошлом году правительство инициировало разработку проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок в городах Хасайюр, Каспийск, Южно-Сухакумск, Буйнакск. На эти цели было выделено более 30 миллионов рублей. Аванс размера 10 миллионов рублей был оплачен подрядчику своевременно. Однако это не гарантировало исполнение всех обязательств срок. По словам представителя подрядной организации, всему виной нововведение в законодательстве. Мы сделали первую попытку, скажем так, загрузить, провести общественные слушания. И в связи с тем, что был принят новый закон, и слушания проводились, в принципе, по-другому раньше. То есть подавались в СМИ публикации о проведении. Но статья 999 от сентября месяца того года, это все упразднило. Поэтому ввиду таких, скажем, технических и с нашей стороны ошибок получилось так, что мы загрузились в Росприроднадзор по слушаниям, и нам сказали, что вы неправильный информат загрузили, так как не было понятной, не было еще до конца заснана вот эта статья 999. В этой статье есть определенные нюансы, которые и специалисты до сих пор не могут нам внятно объяснить в Росприроднадзоре. Поэтому вот в связи с этим и получилось. Вопросов в сфере строительства в республике очень много. И все они разные. К примеру, какая судьба в итоге ждет самовольно возведенные многоквартирные дома? Или почему в Дагестане без объявления торгов определяется компания по строительству детсадов? Ответить на них попытался министр строительства, архитектуры ЖКХ региона Артур Сулейманов. На встрече с журналистами глава ведомства прокомментировал широко обсуждаемую в социальных сетях тему передачи контрактов на строительство детсадов без объявления торгов компании «Точинстрой». В частности, речь шла о проектировании и строительстве детского сада на 300 мест в поселке Шамилькала Унцикульского района. Свою позицию по этому поводу в открытом доступе разместили, но не были услышаны или были проигнорированы, правильно сказать. Видимо, на то есть определенные основания. Компания «Точинвест» входит в группу компаний «Инвест». Группа компаний «Инвест» – это группа компаний, с которой глава региона заключил соглашение на Питерском экономическом форуме. Мы детей хотим в нормальный, полноценный, с нормальными фундаментами, с нормальными исследованиями сделанный и построенный садик завести, а не в какой-то там чемодан под названием «модульная конструкция», который по бетонной подготовке просто в поле ставится с гарантией два года от изготовителя. И получаем в адрес колоссальное количество критики. Наверное, здесь не все и не совсем объективно. На пресс-конференции затронули также вопрос самовольно возведенных на территории республики многоквартирных домов. Всего в реестр проблемных объектов в ходе 457 строений. В реальности, по словам Сулейманова, эта цифра выше. И навести порядок в этой сфере удастся нескоро. Третья группа – это дома, которые либо под снос, либо на достройку, но и в том и другом случае нужны определенные финансы. И она такая более сложная. По ней у нас вопрос, скажем так, где-то есть единично подрядчики, которые готовы эти дома достроить за свой счет и выполнить свои обязательства перед приобретателями. А где-то уже и подрядчиков нету, либо они где-то там сидят, либо куда-то убежали, либо в принципе никто не знает, кто этот дом строил, там какое-то физлицо, собственник земли и все, и больше ни проекта, ни разрешения, никаких документов нет. Героем этой недели можно по праву назвать беженку из Харькова, которая в поисках хорошей жизни прибыла в Дагестан. Виктория, ныне Марьям, приняла осознанное решение перебраться в Россию еще задолго до военной спецоперации. Говорит, что тогда еще поняла политика властей Украины рано или поздно приведет к трагедии. На новой родине Марьям принялась самостоятельно строить дом. Местом строительства выбрала Каспийск. Почему выбор пал именно на этот город и с какими трудностями столкнулась женщина в мирной жизни, расскажет Патимат Ханапова. Ну давайте же начнем с самого начала. С чего же начинать, как подойти к выставлению опалубки? Так, по обучающим видео из интернета Марьям начала строительство дома собственными руками. Свой родной на Украине она была вынуждена оставить из-за нестабильной обстановки в стране. Говорит, никогда не думала, что ей придется возводить жилье, но жизнь преподносит разные испытания. Знаете, дорогу одолеет идущий. Главное, не бояться и делать. Советы разные дают. Сначала мне посоветовали дырочками вверх шлакоблок. Оказывается, не так. Я тысячу штук перевернула. То есть, тоже работа была. И ошибки были. И слезы были. Кирпич за кирпичиком. Терпение и упорный труд. Марья медленно, но верно. Каждый день идет к своей цели. В течение полутора месяцев она уже проложила фундамент. Вот порог, ступеньки. Я тоже очень долго опалубку собирала. Собрала, разобрала эту опалубку. Но все-таки с третьей попытки мне удалось. Вот, я не сдавалась. Собрала. Когда неопытен, да. То есть, я смотрю, 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 смотрю эти видео. Пока дом строится, женщина с 11-летней дочкой проживает на дачном участке, который ей предоставила за символическую сумму местная жительница. И здесь Марья все делает своими руками. Здесь вот в съемной квартире очень сложно жить. Вот тут отопления нету, отопления нету. И я вот постоянно, тоже хочется в чистом месте жить. То есть, я постоянно покупаю краску, подкрашиваю. Но все равно это не удается. Я вот все своими руками перекрасила. Сюда, сюда гвоздь положила, закрутила. В общем, потому что узнала, сколько сварить. Дорого. Я понимаю, что у меня нет возможности. Марьям в прошлом. Виктория переехала в Россию с маленьким ребенком на руках в 2014 году. Вначале проживала в Сочи, где встретилась с дагестанской семьей. Они рассказали Марьям о местной культуре. Говорит, ей настолько понравился их уклад жизни, что решила принять ислам и переехать жить в республику. Дагестан для меня родное место. Я люблю этих искренних детей. Знаете, я люблю еду. Я люблю чистоту. Знаете, вот чем, знаете, чем так берет за душу Дагестан «Своей искренностью, добротой, щедростью». Есть честь у людей. И за нее все стоят. Мужчины за свою честь стоят. Это приятно глазу видеть. Женщины за свою честь стоят. Марьям Меглинская работает учительницей математики в школе номер три в Каспийске. Свою работу педагог очень любит. Говорит, чувствует себя в гармонии. Да и здесь, в учебном заведении, к ней относится с трипетом и ценит за профессиональные качества. Она вот такой человек, она даже не рассказывает о своих проблемах. Никогда не рассказывает. Она всегда выглядит так, как будто бы она успешная бизнес-леди. Она отлично закончила Харьковскую школу, точно так же успешно закончила университет в Харькове, а также отучилась в нашем беда-университете. И вы знаете, я очень люблю патриотов. Когда она с такой любовью стала рассказывать стихи наших классиков, Расула Гамзатова и Фазу Гамзатовны, я вообще, я вдвойне втройне полюбила этого человека. И, конечно, я уже решила, что Марьям Юрьевна будет работать именно у нас, и будет она находиться рядом со мной. Марьям признается, тяжело жить на одну зарплату педагога и параллельно откладывать на строительство. С 1 сентября женщина планирует отправиться на Донбасс в качестве учителя. Говорит, что хочет быть полезной обществу и в то же время решить финансовые вопросы. Только вот коллеги по работе в Кацпийской школе к ней привыкли и отпускать не хотят. Они же и обратили внимание журналистов на проблему, беженки в надежде, что мир не без добрых людей. По ютубу я строю себе комнату для себя и для своей девочки. У меня мурашки по коже, и я об этом стала всем рассказывать. Я говорю, вы знаете, надо помочь этому человеку. Надо помочь, надо и морально поддержать, и материально поддержать этого человека. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. Сюжет корреспондентов нашего телеканала о Марьям не остался незамеченным. Глава региона Сергей Меликов отреагировал на материал о беженке из Украины, который сама строит себе дом. Напомним, историю учительницы Марья Меглинская и журналисты ННТ рассказали в одном из выпусков новостей в начале недели. Не прошло и суток, а глава Дагестана поручил оказать женщине всяческую поддержку и помощь. Меглинскую навестили министр труда и социального развития республики, представители мэрии Каспийска, а также депутатского корпуса. Сергей Алимович узнал, что здесь проживает уже 8 лет Марья Юрьевна, которая по воле судьбы приехала с территории Украины. Она самостоятельно начала строительство своего дома. Она работает учительницей, воспитывает одна своего ребенка. Но в силу отсутствия необходимых материальных средств она не может осилить строительство. Мы вот сейчас сегодня посмотрели, действительно, с мерией города Каспийск мы вместе окажем необходимую помощь. К нашему большому счастью нашелся и меценаты, нашлись, которые готовы оказать такую помощь посильную. Я думаю, в ближайшее время мы окажем помощь, и она будет жить под своей крышей. Буквально сегодня с прораба вместе мы выехали сюда, и было принято решение, что он полностью всю коробку ей поднимет комнату, стены, крыша, все будет. Целью только помочь человеку за ее труд, труд педагога, то, что не оставляет это дело, несмотря ни на какие жизненные трудности, она как педагог просто все восхищаются ею. Марья Меглинская призналась, что не ожидала такого всеобщего внимания и поблагодарила всех, кто был причастен к решению ее проблемы. После сюжета телеканала ННТ эта информация дошла до главы республики. Я благодарю искренне руководство канала, я благодарю этих журналистов, которые передали эту информацию. Благодарю всех небезразличных, кто приехал поддержать меня. Тревожные цифры. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике начинает расти. За прошедшую неделю выявлено свыше 200 новых случаев. Лабораториями Минздрава Дагестана и Роспотребнадзора за день проводится порядка 4000 исследований на вирус. Экспресс-тест на ковид можно пройти в Республиканском центре медицинской профилактики. В Республиканском центре общественного здравоохранения медицинской профилактики организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, которое определяется в течение 5-8 минут и результат выдается на руки пациента. В связи с тем, что в целом коронавирусная инфекция приводит к возможным последствиям, осложнениям со стороны функций и систем нашего организма в нашем подразделении в Республиканском центре здоровья можно провести комплексные обследования, которые включают консультации врачей-специалистов, офтальмолога, стоматолога-гигиениста, оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы, легочной системы, оценка состава тела и в целом консультации и рекомендации врачей-специалистов Центра здоровья. Больные COVID-19 госпитализированы уже в Каспийском стационаре Ботерской и Лакской районных больницах. По словам специалистов, наиболее эффективным методом для своевременной защиты себя и своих близких от опасного вируса является вакцинация. В селении Черкей Буйнакского района вдоль самого крупного водохранилища Северного Кавказа годами возделываются цветущие сады. Это основное занятие местных жителей, чей нелегкий труд щедро вознагружается самой природой, дарящей сочные плоды. В Черкее славится персиками, у садоводов села даже есть свой собственный сорт. Все подробности в сюжете наших корреспондентов. Плодовых деревьев в селе очень много. Одни только персиковые, занимают порядка 300 гектаров. А вазами садового дела в Черкее владеют практически все. Навыки и умения передаются с поколения в поколение. Здесь сложно найти семью, у которой нет собственного сада. У нас растет хороший вкусный, таким запахом хороший персик. Можно прийти за персиком в Черкее. Всегда мы рады, ждем вас. Золотистый, красивый, сочный, хороший персик. Паша Табакарова занимается садоводством самой юности. Десятки соток зеленой гордости – дело ее рук. А вот Суркай Гаджиев по специальности инженер-механик. Но это не помешало мужчине превратить землю, которая досталась ему по наследству, в цветущий плодовый рай. Раньше я занимался, одновременно совмещал эту работу с работой на производстве. А потом лет 30 уже как я занимаюсь именно этим, этой работой. А кто вы по специальности? По специальности? Я по специальности инженер-механик. Окончил Ростовский железнодорожный институт. Сочные, нежно-волокнистые и ароматные здесь возделывают разнообразные сорта персика. Наиболее популярный – золотой юбилей. Ему конкуренцию заставляет местный сорт Хаджи Микир, которого черкейцы называют королем персикового сада. Вот, например, сорт Хаджи. Это тоже сорт Хаджи. Есть золотой юбилей. Здесь находится яблочный сорт. Все сорта разные. У каждого свой специфический вкус. Особенно славится вот этот персик. Аромат незабываемый. Вот он любитель рынка, можно сказать, любимец рынка. Самый крупный – вот персик Хаджи. Вот именно этот персик является, можно сказать, королевой базара. Вот эти персики, у нас Хаджи-персик – это как визитная карточка наших садов. Вот в данный момент я собираю, у меня в моих руках представитель Хаджи-персик. Это ранний Хаджи-персик. Они чем отличаются? У них очень маленькая косточка, большим объемом мясистая мякоть, крупная. И, кроме того, они имеют свой специфический вкус. Это все знают. А почему Хаджи называется? Почему? Просто этот человек, кто его завез, первым, кто его завез в наше село, его звали Хаджи. Но какой Хаджи, мы не знаем. Об этом идут разные дискуссии. В урожайную пору сюда приезжают оптовые покупатели из разных городов республики и других регионов страны. Любят черкесские персики и туристы, приезжающие на Сувлакский каньон. Очень вкусно. А вегетанские персики самые вкусные. Спасибо. Очень здорово. Счастливо ехать. Спасибо большое. В этом году особенно много туристов, которые приезжают на каньон. И они подходят, спрашивают про разные сорта. Мы предлагаем, пробуют. Берут они, конечно, понемногу, но каждый раз восхищаются ароматом и вкусом наших персиков. А какой сорт обычно туристам нравится? Туристам нравится отделяющийся сорт Велатой Юбилей. Хаджи Миклир. Согласно данным Всероссийское сельскохозяйственное переписи, в Дагестане имеется порядка 2000 гектаров персиковых садов. Большая их часть сосредоточена в личных подсобных хозяйствах. Значительные площади персиковых садов расположены в Гиргебельском, Онцукульском, Сулейманстальском, Буйнакском районах. В настоящее время в республике продолжается уборка урожая, пока собрано около 4000 тонн. И к спортивным темам. На неделе в Дагестане состоялся турнир по мини-футболу, организованный муфтятом республики. Обладателями спортивного трофея на этот раз стали знатоки Корана. Игры проходили в Каспийске и за выход в финальную часть соревновались более 40 команд, представляющих подведомственные духовенства республики и организации. За футбольными баталиями религиозных деятелей наблюдал и наш корреспондент Хамзан Магомедов. Ему слово. Муфтия Дагестана в третий раз проводит турнир по мини-футболу. На этот раз в соревнованиях приняли участие 48 команд. Это имамы и сотрудники учреждения подведомственных муфтиято. Цель турнира – это объединение, чтобы ребята отдохнули, потому что целый день у них своя работа есть. Занимаются духовной деятельностью, религиозной практикой. Но физически отвлечься, развеяться, подтянуться – это тоже полезно бывает. И такие мероприятия стараемся несколько раз в год проводить, собирать их, чтобы они могли обменяться опытом, поговорить и о рабочем, и о другом тоже. В этом году участников турнира у себя принял Каспийск. Матчи проходили на мини-полях стадиона Анджи-Арена. Большое спасибо муфтияту республики. Это не единственное мероприятие, которое оно проводит. Мы готовы, министерство спорта всегда готовы быть рядом, поддерживать. Это хорошее дело, не просто хорошее, это большой пример. И именно здесь, я думаю, духовные люди, которые передают ислам в медресе, в мечетях, на мероприятиях, на мавлидах, они должны, прежде всего, показать пример. Это молодцы. Решил поддержать наших молодежь, наших ребят, потому что сам как-то тоже в сюжете спорта был. Вывер в спорт, он объединяет нашу молодежь, ребят. Это тем более футбол, это командная игра. Воспитывать ребят, молодежь, работать в коллективе, учить общение людей, единомышленников там как-то. Объединяются люди, поэтому спорт – это великое дело. Тем более, это турнир, который организовывает Мухтик уже несколько лет подряд. Подобряю, поддерживаю, готовы принимать участие каждый год и поддерживать со своей стороной. Футбольные коллективы разбили на 8 групп. Из каждой финальную часть пробились по две лучшие команды. Где-то 130-140 игр было, все прошли в такой борьбе напряженной. Честно говоря, молодцы, я уже не первый год сужу, это уже третий год, по-моему. С каждым годом все, уровень соревнований растет. Уже, видимо, они где-то готовятся, прибавляют, уже видно, мастерство прибавляется. В честной, хорошей борьбе, без руганий, без ничего, значит, легко было здесь судить и приятно тоже было. Преодолев всех своих соперников, за чемпионство боролись два лучших коллектива – Дагестанского Исламского университета имени Мухаммада Арифа и Центра по заучиванию Корана имени шейха Мухаммада Хафиза Афандия. В упорной борьбе со счетом 3-1 победу одержали Хафиза. Победителям и призерам организаторы вручили кубки, медали и грамоты. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей. Помимо этого отличившихся футболистов отметили именными призами. Спорт, тем более, это неотленный час дагестанца, поэтому мы как можем стараемся время от времени находить, собираться и всем коллективам со всех филиалов делать разные чемпионаты, играть. И, конечно же, когда мы куда-то заявляемся, первая задача у нас бывает – это победить. Я им тоже говорю, если мы едем, только победа, а иначе и не надо, говорю, заявляться. И это будет в конкурсах по Курану, наизусть, хифс, и будет это в спорте. Вот сегодня мы, иншаллах, здесь, еще вчера в Кыргызстане, грубо говоря, вчера, мы там на международном конкурсе также заняли второе место. Это уже по хифсу, Корана. Поэтому, иншаллах, я думаю, дух победителей в нас сохранится, и мы дальше будем побеждать, иншаллах. Кубок Муфтията обещает быть ежегодным. Его цель – укрепить братство и дружбу между сотрудниками разных подведомственных духовенств организации. Всем баракал за то, что к нам приехали наш город, к нам именно Анжи-Арену, легендарное место. Всем спасибо еще раз. И руководству Анжи-Арену за то, что они предоставили нам такую возможность. Ханс Нурмагамедов, Салмаги Тихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Каспийск. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных.